добрый день уважаемые зрители хочу вам рассказать о неком как я его оцениваю разводе от сбербанка на этот раз речь идет именно о настоящем сбери которые они проделывают судя по информации которая содержится в интернете с индивидуальными предпринимателями которые у них арендуют кассовые аппараты и оборудование для эквайринга то есть со мной тоже попытались такое проделать пару месяцев назад почему я сразу видео не снял но как-то руки не доходили с одной стороны и с другой стороны мне надо было убедиться что я именно оценил ситуацию правильно и что в тех условиях и с теми подписанными договорами которые есть у меня они ничего сделать со мной не смогут и ничего не рискнуть предпринять то есть это все не не более чем психическая атака теперь давайте обо всем по порядку то есть вот в конце мая мне действительно позвонил там менеджер мой из сбербанка где я обслуживаю семена как индивидуальный предприниматель вот и сказала что надо ей подойти там подписать некоторые бумаги там которые касаются эквайринга а именно я сбербанка арендовал кассовый аппарат плюс терминал для приема оплаты картами нет проблем особенно если учитывать что мы находимся в одном здании с центральным офисом сбербанка в брянске то есть я искал заходите ну а не то что там своеобразно у них все эти работники банковского ритейла она говорит а почему вы типа по нашему адресу находитесь хороший такой вопрос я говорю да вообще-то наоборот как это вы находитесь по нашему адресу ну как бы не суть из одного подъезда вам надо выйти и другой подъезд зайти вот значит это дома справилась с поставленной задачей действительно смогла найти наш офис как всегда они приходят там в этих самых в повязочках в галстучках там форме сбербанковской жутко вежливые что меня вообще практически выводят из себя потому что косячат они об этом вы можете прочитать в моих блогах как угодно но зато всегда потом говорят там в этом извините там как вам обращаться простите там и т.д. и т.п. а я всегда отношусь так что вы бы дело лучше делали не надо чтобы помнили меня по имени и отчеству и так далее ну говорит вот вам я много времени отниму тут буквально там подписать там в двух-трех местах расписаться вам и все а у меня понимаете еще моими первыми начальниками и руководителями на разнообразной работе мне вот еще практически советское время дай бог им всем здоровья было привито вот непреложное правило прежде чем подписывать какие-то бумаги надо их читать вот что я собственно говоря и сделал я читаю и что-то не пойму не смысла бумаги она уйд оттуда в принципе ерунда мы вам немножко тариф повышаем вот за использование оборудования тут совсем чуть-чуть тут двух целых 0 5 процентов двух целых трех десятых процентов значит с оборотом то есть но это на эти два процента они и живут как бы банкир я говорю а с какой стати собственно и самое интересное вот это вот бумага называется корректирующие заявление это что такое вообще то есть насколько я знаю в гражданском кодексе такой формы документа как бы не предусмотрено ну вы представляете у него когнитивный диссонанс видимо то есть понимаете вот человек там с моей внешностью вдруг начинает употреблять такие слова как гражданский кодекс ну и вообще вдруг выясняется неожиданно что он умеет читать там ну и так далее и она так раз замялась я говорю я ерунду всякую подписывать не буду и смысл этого корректирующего заявления что я их прошу увеличить для меня тариф я говорю если вы нам как бы выступаете с такой инициативой нет проблем значит делайте дополнительное соглашение к договору там со своей стороны там что-то предлагаете я его либо подпишу либо не подпишу она ой 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 значит я узнаю ну естественно там ну вы понимаете что ну как я их называю это может некорректно прошу меня простить но по факту это так и есть то есть вот большинство сотрудников сбербанка это просто попугаи которые повторяют некий текст который их их регламентами предусмотрен который ничего не решает потому что даже наш сбербанк у них там все равно руководство все сидит где-то там то ли в воронеже то ли еще где-то там а вот а здесь это просто как бы такая в общем приложение к стулу вот ну значит она уходит потом мне начинаются звонки что вот вам надо это подписать иначе мы расторгнем с вами договор договор заберем оборудование да расторгайте нет проблем я сейчас кстати хочу сказать что всем предпринимателям которых пугают расторжением договора уже есть и можно заключать договоры я не буду там рекламировать конкретных разработчиков там посмотрите в интернете выберите сами уже есть виртуальные кассы уже есть приложение к смартфонам то есть вы свой обыкновенный смартфон превращаете в кассовый аппарат и вы там опять же есть варианты то есть вы можете там на несколько телефонов распространить это все то есть если у вас там интернет-магазин или там как доставка еще что то то есть достаточно того что сотрудники будут ходить с телефонами уже там и кассовый аппарат в этом приложении и эквалинах если надо то есть получение денег то есть все это уже есть и поэтому вот сеть допотопная техника она по факту не нужно ну значит начинают мне присылать письма угрожающего характера письма эти все есть если надо я их в описании к данному видео выложу ссылки ну а я поскольку я уверен что это какая-то лажа я в интернете полистал вот корректирующие вот эти заявления они только в контексте связи со сбербанком фигурирует больше нигде вообще то есть я уже четко уверен что это подписывать не надо ну я как бы на их письма не стал отвечать потому что опять же они мне прислали наличную почту что косвенно свидетельствует хотя у них есть все мои данные которые именно привязаны к значит счету предпринимательскому там почта и так далее то есть все вот эти письма которые вот я получил и скриншоты писем как бы на бланках кстати сбербанка непонятно почему вот хотя этим все занимаются какие-то там всеми вот этими вещами вы знаете что банк может заниматься только банковской деятельностью вот эти все письма они где-то около банковские структуры вы сейчас видите что банкиры даже толпятся с доставкой продуктов сбера что меня очень смешит и вот значит они мне по прислали эти письма говорят вот все то есть такая психическая атака на меня было ну я может конкретно после очередного звонка сказал не звонить делайте что хотите ничего подписывать не буду вот и все как бы они сказали ну ладно типа с такими угрожающими нотками и все и пропали вот я некоторое время выждал мне было интересно что они будут делать ну а поскольку я уже узнал что можно все это виртуально заключить договоры и гораздо дешевле там тарифы и все значит я бы теперь с удовольствием снимите договоры расторг не поддавайтесь нет никаких корректирующих заявлений